Слушай, сейчас видишь ты меня или нет? Алло. Еще не видно, нет у тебя. Нет у меня опять что ли? Ну вот теперь видно там какой-то расплывщатый такой. Чего у тебя такая аппаратура неважная? Плохо. И слова не слышно никакие, только так. А звук-то слышишь, нет? Ну иногда несколько, одно слово звято. Неважно, я к тебе с компьютера. Еще не слышно. Еще не слышно. Я тебе написал, если разрешишь, в воскресенье мы к тебе зайдем. В воскресенье с компьютера зайдем, с компьютера, это планшет. Ты понимаешь хоть слово? Ну вот одно слово понял. В два часа, в 14.00 по Москве. Хорошо. Хорошо. Напиши, в 14.00 по Москве. В 14.00 по Москве. Да. В Москве будет два часа, у нас будет шесть часов. У нас сейчас сделали на четыре часа разница с Москвой. А у нас на три. Ну вот, а до этого было у нас на три. А, ну вот, видишь как. Еще Валера-то, что там? Валера-то, Валера, молимся за него, жалко парня. Ну что, глаза выпучил, ничего не понимает. Прес и все. Никак с ним столько разговоров здесь было, что он все добивается того, чтобы мы, как бы, знаешь, добро дали, благословение, чтобы у него на сердце спокойнее было. Ты понимаешь, он ничего добивается. Здесь разносили его, как магнит. Ну вот, смотришь, я понимаю твой взгляд это, что ты про меня думаешь, что я не лучше. Я ему взял, они про меня все знают, ты не думай. Я не скрываю ничего. В общем, сильно мы переживали, тут у меня аж давление поднялось, расстроились за это дело. Он три с половиной. Ты это зря. Давление поднялось. Молись и все. Мы же тоже его знаем и молимся за него. Мы молимся, Игнатий, как же мы не молимся? Я все время молюсь за него, а как же. Вот, три с половиной года занимался, да он, знаешь, так насойчиво этим занимался и ходил постоянно ко мне. Вот какая сила в женщине. Подолом моргнула и подмелла. Какая сила в женщине. Тут Ездра про это и говорит. Женщины подчиняются. Да, подчиняются. Ну там было бы хоть на что смотреть. Там такое существо, что трое мужей было. Он четвертый, Валера, ты понимаешь? Значит, хорошая она. Иначе бы к ней не шли четверо. Другая баба не может одного мужика завладеть. Одного не может. А это четверых. Что-то значит что-то. Что-то в ней другое есть. Другой запах. Какой? Не знаю, что. Просто это дьявол ему голову заморочил и все. Больше ничего. А туманил мозга ему дьявол. А когда дьявол затуманил, ничего не разбирает в дороге. Прет, куда попал и все. Больше ничего. Очень приятно. Да, улыбаешься. Ну что это, сам. Ренадий, вот что я хотел попросить, узнать у тебя, во-первых, что... Тут у нас женщина, Люда, с дочкой, хотела бы к тебе приехать, если позволишь. Ну, надо поговорить, кто она такая. Ну, поговорить, мы с ней и выйдем к тебе. Мы с ней на связь к тебе выйдем. Сейчас у меня занимается, человек 12 приходит, занятия идут. Вот там, в церкви. Избирают старосты меня везде. Двое против меня там как выставали, так заглохли и все. Они чем больше вас стоят, какую-то молитву стали на изгнание, чтобы меня из церкви. А меня вдобавок ко всему староста еще выбрали. Так и будет дальше. Значит, она, если надумает ехать, и разрешим с Валей. Валя-то поедет? С Валей разрешите, Валя-то не планирует в этот раз ехать. А пускай приедет. Пускай на месяц приедет. А Люда-то сможет поехать. В лагере работники нужны. Пусть она знает все. Мы ее примем, Валю. Вот эта Люда, она очень такая работящая, деловая женщина. Ладно, видно будет. Хочет крещение, что ли. Ну, видно, конечно, увидишь. Крещение хотел принять. И вот, ну, духовно вот так немножко набрасываю. Вот это у нее главное вот такое желание. С Валей пускай едет. С Валентиной? А если Валя не захочет, то что, ей не ехать тогда, Люда? Ну, не знаю, но с Валентиной лучше. Ну, с Валентиной лучше. И дорога будет известна. Конечно. Я понимаю. Ну, если Валя согласится, то вот, и тогда поедет. Там из Казахстана у нас еще два человека собираются ехать. И надо, чтобы вы... А я с ними переписываюсь. Одна казашка хочет... Да, Райхан, Райхан. Да, да, Салматы. Да. И вот Словак Владимир Васильевич. Ну, Словак Владимиром, я не знаю, а с этой мы переписывались. Он был у меня начальником в лагере. В лагере, когда я сидел. Очень хороший человек. А, ну, ну, понятно. Ясно дело. Это в зоне он хозяин был. Да. Ну, не хозяин, в нашем отряде. Ну, ясно. А, так он отрядный был, а не это... Отрядный, начальник. Туберкулезного отряда. Ну, я понял. Ну, а что, какая разница, где? Лишь бы сам он тянулся к Богу, да и хороший был человек. Ну, вот надо, чтобы тянулся. Надо, чтобы тянулся. Но если свяжемся с ним, я не знаю, как с ним связываться. Его данные, как узнать, я бы с ним связался. Может, вместе, группой бы и поехали. Да. А ты вот поговори с Райхан, она, кажется, на него вышла. Казашка. А, ну, я поговорю с ним. О, и... Сын, ну, только чтобы он табак с собой не брал. Ну, понятно. Игнатий, это самое, ты мне скажи, как его это звать и величать. Владимир Васильевич. Владимир Васильевич. Сейчас я запишу. Давай. Давай. И ты ловишь здесь. А перекусишь мне провода. Чебук. Надо у него, это... Слышишь, шишки растеребить. Брат вроде. Владимир Васильевич. Фамилия его Словак. Словак. Владимир Васильевич. Да, Словак. Ну, как славян. Словянин. Словак. Словак. С Пеликонии. Он уже на пенсии. Словак. Владимир Васильевич. Ну, и я на пенсии тоже. Ну, вот. Ну, вот. Я постараюсь связаться. Грубо это лучше ехать. Если вместе поехали. Ну, чтоб своя машина была. На машине своей приедете. Все. Что это значит? Я вам маршрутку напишу. Ну, что это не поедете? Что-то плохо слышно. Прерывается. Плохой аппарат у тебя. Совсем не худышный. Маршрутку напишешь. На своей приедете. Прерывается. Валер уехал. У нас маршрутка. Еще здесь. Ну, понятно. Это не аппарат, а не худышный. У меня дом, в котором я живу, в яме находится. Я говорю, дом в яме находится. И связь здесь вообще редко бывает. Я удивляюсь, каким чудом я еще с тобой разговариваю. Ну, вы где-то соберитесь, который на горе у вас там, не в яме. Есть, есть. У Люды есть компьютер. У Люды есть компьютер. Мы через компьютер с тобой поговорим. Да, конечно. В 2 часа дня. Все, я помню. В 2 часа воскресенья, да? Ну, да. Не слышишь. На воскресенье договорились. Все. Давай. Ну, все. Тогда такая связь. Все. Ну, давай. Все нервы-то тратить. Давай тогда сходим. Давай. Плохая, плохая. Все. Давай с Богом. Ну, хорошо. Все. Опа. Поплыл. Все поплыл. Все, слышишь меня? Поплыл. Фотография-то расплылась, а поплыла. А, ну, потому что я снял ее. Фотографию-то. Она и расплылась. Там кубики такие. Там фотографий-то нет настоящих. Главное, значит, все. Давай. Ну, какая есть. Все с Богом, да. Давай. Выключай аппаратуру. Не подслушивай нас. Не подслушивай. Я таким делом не занимаюсь я. Уже услышал. Давай. Отплывай. Сейчас, сейчас, сейчас. Подожди. Я еще этот аппарат-то плохо знаю. Ты никогда не занимайся самооправданием. Самооправдание это плохое дело. Так. Продолжение следует...